18 марта в Южно-Сахалинске прошел традиционный митинг, посвященный третьей годовщине воссоединения Республики Крым и города Севастополь с Россией. В нем приняла участие делегация Невельчан, в которую вошли представители общественных организаций, политических партий, отделов образования и культуры, молодежь района. На площади перед зданием областного правительства собралось около 3000 участников митинга. Большинство из них держали в руках шарики, флаги, символики муниципальных образований, учебных заведений, партийной принадлежности, цветы и плакаты. Крым, ну как это связано? Это же наше все родное, наша земля. Это наше все, Россия вся. Все в Россию уходит. Это же наше все. Вот таких событий и не хватает. Они как-то объединяют, делают нас ближе друг к другу. И мы начинаем понимать, что мы один народ. Не только здесь на Сахалине, но и здесь, и в Крыму, и в России. И я хочу сказать, наверное, огромное спасибо тем, кто стоял у истоков того, чтобы Крым вернулся к нам. Ну прежде всего это жители, которые на референдуме проголосовали за воссоединение с Россией. Ну и руководство России, которое поддержало этот шаг. И прежде всего Владимир Владимирович Путин. В этот день со сцены звучали выступления представителей общественных организаций, ветеранских движений молодого поколения. Все они были едины в своих словах, что Крым вернулся домой. Он снова стал частью России. И 18 марта уже вошло в историю, как самая знаменательная дата нашей страны. Ежегодная традиция празднования этого события будет соблюдаться на протяжении многих лет. Творческие коллективы, солисты песен создавали для пришедших на площадь людей праздничное настроение. А припев к песне «Легендарный Севастополь», ставшей официальным гимном одноименного города, подхватывала вся площадь. «Легендарный Севастополь», «Неприступный для врагов». «Севастополь, Севастополь», «Гордость русских моряков». Виталий Войко, Невельские новости.